Ольга, Айдогду, видимо, это турецкая фамилия по мужу, да, где-то там, живу в исламской стране, замужем, я, может быть, неправильно прочёл, но тут латиница, и поэтому, извините. Значит, муж не ахти какой мусульманин, у нас есть ребёнок, я хочу воспитывать с Божьей помощью его христианином, муж не против, но хочет, чтобы я не давила, сильно не пугала ребёнка. Ну, вообще, христианство не пугает никого, зачем пугать? Если христианство пугает, то и ислам тоже пугает, потому что там же есть джинны, демоны, грех, ад, рай, это всё есть, но это же не надо сразу всё рассказывать ребёнку. Стараюсь считать каждодневные молитвы за ребёнка и за семью. У меня возникает страх чувства ревности, чтобы его не настраивали к религиозным навыкам здесь, родные и мужа. Храмовых служб здесь очень мало. Да, как мне строить жизнь с мужем, который вырос в другой среде, религии? Как воспитывать ребёнка, чтобы привести их к вере? Но я подозреваю, что вы живёте-таки в Турции. Хотя, если я ошибаюсь, простите меня, значит, и там какое-то присутствие христианства есть, но, конечно, это исламская страна, хотя более-менее светская, не такая, скажем, в Саудовской Аравии. Поэтому что здесь вам сказать? Ну, вы уже вошли в эту жизнь, поэтому вам нужно иметь два знания. Вам надо хорошо знать христианскую веру, то есть читайте Слово Божие постоянно, упражняйтесь в евангельском чтении и в молитве домашней, как когда можете. И вам нужно хорошо теперь знать ещё и ислам. Надо знать исламские обычаи и праздники, потому что в той части, в которой они не противоречат Евангелию, они вообще безгрешные. Там, если вам скажут, что Бог мир сотворил, то если дедушка и бабушка скажут вашему ребёнку, сынок, Бог мир сотворил, ну, что тут спорить? Правильно, аминь, Бог мир сотворил. Или там скажут, надо уважать старших. Правильно, хорошо, так Бог сказал, значит. Там не всё плохо, там очень много хорошего, поэтому вам надо будет знать и то, и то. Ну, и раз уж вы там живёте, то надо ума у Господа выпрашивать, как вам всё вести. Мужу нужно слушаться, любить, быть ему верной женой, вот, а всё остальное выпрашивать у Господа в молитве. То есть вам больше ничем не посоветую. Молитва – это ваш компас земной, а удача – награда за смелость. Вот, и молитва довольно одной, чтобы только о Доме Небесном в нём пелось. То есть выучите наизусть там и Отче нашу, и Богородицу. Если есть возможность в храм прийти, ходите. Там есть такая возможность. Не везде, но есть. Так что будьте терпеливая, спокойная и умная. Умная, работящая, внимательная, неболтливая женщина. Любите родителей своего мужа, уважайте их, оказывайте им достойное почтение, любите супруга своего и живите с крестным знаменем в тайне от всех. Потому что на людях этого делать не всегда удобно, не всегда хорошо. С молитвой, за ребёнка и так далее. То есть здесь нужно быть очень умным человеком, чтобы всё правильно сделать. Дай Бог вам ума.